Спасибо за представление, спасибо за приглашение, за площадку для высказывания своего. Я расскажу вам о нашей работе, в принципе, что мы делаем, как мы делаем, почему мы, собственно, этим занимаемся и какие результаты есть на данный момент. И все врачи, вы со своими коллегами прекрасно понимаете, что в контексте онкологии есть проблема ранней диагностики онкологии. Ну, собственно, как возникла идея нам заниматься этой проблематикой, наверное, сейчас не совсем интересна, где-то площадка. Но, тем не менее, в 2017 году, когда пришла такая идея, ее мало кто поддерживал из ваших коллег, но, тем не менее, нас поддержали коллеги с полушевого онкологического диспансера и подкорректировали наше направление. То есть изначально мы хотели заниматься легкими, патологией легких, но они нас поправили и сказали, что действительно есть проблема, особенно в больших потоках, особенно в пресс-скрининге, и если процессы автоматизации и анализа исследований можно автоматизировать, это было бы очень круто. Ну, собственно, мы пошли. И, соответственно, все эти проблемы, о которых с недавнего времени говорят даже самых высоких трибун, наконец-то, мы, в принципе, ведем свою работу. Так что же такое Цельсия? И чем занимается компания Медицинская Система? Мы разрабатываем сервисы искусственного интеллекта для применения в рентгенологии. Путем анализа цифровых медицинских изображений мы находим там патологические новообразования и, в принципе, интерпретируем результат нашей работы человеческим языком. Как я уже сказал, с 2017 года мы этой проблемой занимаемся. С 2020 года мы являемся одним из основных участников эксперимента города Москвы по применению системы искусственного интеллекта в рентгенологии. Можно сказать, идет промышленная эксплуатация, она продолжается и в этом году. Было завершено порядка 13 пилотных проектов в регионах Российской Федерации. Один из них – Тамбовская область. Это был самый продолжительный, наверное, по пилоту, и, наверное, это больше была научная работа по времени. Год это продлилось. И, кстати, вот этот пилотный проект и работа Тамбовской области для ранней диагностики онкологии с использованием системы искусственного интеллекта вошла в лауреаты премии «Аэроссия». Награждение коллег будет на этой неделе производиться. Да, спасибо большое. Отметили, что мы получили регистрационное удостоверение. Регистрационное удостоверение в соответствии с приказом Нинздрава мы получили по третьему классу риска, самому высокому. И буквально на прошлой неделе мы получили еще СИМАРК – прошла сертификацию европейскую для применения нашего решения, что дает возможность применять наше решение, в том числе, на территории Европейского Союза. Самый первый, наверное, ЕГЭ, для себя мы его больше воспринимаем, был в конце 2019 года, когда наша команда, наше решение взяла гран-при. И, собственно, первое место в первом батле системы искусственного интеллекта, которая проходила в рамках итоговой конференции специалистов сочеводиагностики. Какие функциональные модули вообще имеются на данный момент? Имеется в виду, которые используются в промышленной эксплуатации. Это флагманское направление, которое мы для себя считаем флагманским направлением, и, в принципе, это подтверждается. Это мамография. Второе – это фудрография. И КТ органов в рудной клетке на предмет обнаружения ковидной инфекции, матового стекла, определения области. Какие выводы есть в рамках? Весь дизайн исследования, который был сейчас, не стоит о нем рассказывать. Но, тем не менее, на тот момент мы определяли для себя основные факторы. То есть вообще, возможно ли при помощи искусственного интеллекта выявлять патологии на ранней стадии? Возможно ли использовать такие решения при скрининге? И будет ли повышаться качество диагностики патологии при совместном использовании системы искусственного интеллекта и врача? И возможно ли вообще приортизация и маршрутизация пациентов при совместной работе? Путь был долгий, тернистый, но, тем не менее, он приносил свой результат. Бывало такое, что нас драйвило с одной стороны и приносило удовлетворение, заставляло бежать еще дальше, идти делать плановую свою работу. Это когда мы за врачами находили пропущенный случай, который потом лабораторно подтверждались. И, ну, де-факто, это спасенные жизни вместе с врачами, с которыми мы работали. Ну и, собственно, основные результаты, которые были зафиксированы, наверное, одни из ключевых результатов, которые были зафиксированы, это снижение времени на интерпретацию одного исследования и увеличение выявления онкологических заболеваний на ранней стадии до 10%. Довольно таки себе и неплохие показатели. И они в данный момент в том числе подтверждены результатами научной работы, которая ведется в городе Москве в рамках этого эксперимента. То есть там следующее, сейчас доказаны результаты уже снижения времени на интерпретацию одного исследования 50% и до 15% выявления на ранней стадии. Хотел бы отметить специфику медицинских учреждений. По балансу патологии и нормы, если мы берем специализированную медицинскую организацию, допустим, онкологический центр, там примерно 50 на 50. Если первичное измено, то это значительно меньше. И в связи с этим разные показатели в работе самой системы. В принципе, это подтвердило и наш подход к разработке. То есть изначально, работая над продуктом, мы ориентировались именно на первичное звено, на проблемы первичного звена и в том числе на балансы возможных патологий именно в первичном звене. Поэтому и, в принципе, совместный с Пироговским центром научное исследование доказало, в принципе, возможность применения нашего сервиса в клинической практике именно в специализированном учреждении. Но показатели несколько ниже, чем при скрининге. Есть несколько вариантов работы. Есть и веб-версия, которая позволяет работать с одним исследованием за один раз. Есть гестоп-версия. И сейчас мы идем путем, я на следующем слайде это покажу, бесшовной интеграцией с архивами медицинских изображений. Когда врач, работая в своей в экосистеме, не зная, что там происходит, видит только результаты работы, которые выдают ему сервис искусственного интеллекта. И, в принципе, тот пилотный проект, 2019-2020 год, который проводился как в Тамбове, так и в других регионах Российской Федерации, он проводился с использованием так называемой десктоп-версии. То есть клиента, который ставился на рабочее место врача. Сейчас же мы идем по такой схеме. Мы интегрированы, в принципе, со всеми ведущими архивами медицинских изображений. И анализируем те данные, которые попадают туда. А врач в своем рабочем списке видит результаты предварительного анализа, смотрит то, что может ему подсказать система искусственного интеллекта, что может подсказать ему Цельсия и так далее. В принципе, в данный момент мы приглашаем все регионы Российской Федерации присоединиться к апробации сервисов искусственного интеллекта. Мы предлагаем бесплатно использование в регионе по всем имеющимся направлениям системы для того, чтобы врачи оценили не нас, а вообще оценили, может ли это им как-то помочь в работе, либо не может. Может это приносить пользу, либо не может. Потому что в 2017 году, когда мы начинали, отторжение было этого процесса целиком и полностью. В основном по причине искусственный интеллект хочет нас заменить. Вы хотите нас заменить искусственным интеллектом. Нет, это абсолютно не так. У нас позиция следующая. Мы команда, мы технологическая команда, которая осуществляет связь между врачами и технологиями, позволяя врачам более качественно делать свою работу. И люди, специалисты ваших коллег, которые попробовали уже это в своей практике использовать, у них мышление меняется. В настоящий момент уже порядка 60% врачей готовы использовать нас, либо аналогичную систему в своей работе. На данном слайде некоторые цитаты по результатам наших пилотных испытаний. И самое главное, то есть нормативная документация и нормативка дает сейчас возможность право использовать медикам в медицинской практике, медицинским организациям системы помощи принятия врачевных решений в своей работе. Этому посвящен целый абзац в последнем приказе Минздрава о методической рекомендации по проведению рентгенологических исследований. И это хорошо на самом деле. Мы, конечно, технологическая команда, но без партнеров, без поддержки, без научной поддержки. Мы делать этого в любом случае не сможем. Поэтому здесь не все наши партнеры, все сюда не вместятся. Самые большие партнеры – это, конечно, врачи, которые оказывают нам неоценимую помощь в такой работе. Спасибо за внимание.